То есть, смотрите, это все цели. Что мы сделали? Мы стартанули с самого-самого верхнего уровня, с самого-самого абстрактного, а дошли до абсолютной реальности, то есть цели на день. То есть, задание, шаги, подключение плана — это цели на день, на ближайший час. Что ты будешь делать? То есть, что мы сделали? Мы взяли такую область, как цели, намерение, и просто нарезали ее на 8 частей, определив логически границу между ними. И как работать с деревом целей? Садимся и начинаем заполнять. Причем заполняем принцип «не один раз заполнили», а заполняем сверху, вниз, опять наверх, вниз, и двигаемся так до тех пор, пока у нас не появится внутренняя согласованность между всеми вот этими слоями и целями, внутренняя ясность, понимание, принятие, что ли. И здесь важен процесс не самого еще написания, а сам важен процесс поиска, вовлечения. Если ответы на эти вопросы делаются коллегиально с сотрудниками, то это значительно усиливает эффект от команды образующих целей. И если мы вот так вот нарезали, вот так вот нарезали наше намерение цели, то тогда нашим сотрудникам понятно, куда двигаться. И этот «кто куда двигаться» согласованно с вашим внутренним ощущением. Это я обращаюсь к собственникам и топам. Что еще важно? Можно ли без этого? Можно. Но это помогает. Это просто один из инструментов. Мы нарезали намерение. И в качестве закрепления материала еще раз посмотрим результаты уровня дерева цели. Итак, если мы ответили себе на вопрос виденья, ответили себе на вопрос виденья, то мы получили ответ, что я хочу, плюс то, что я делаю на работе, ведет меня к тому, что я хочу. Внутренняя миссия — это общее понимание необходимости друг друга, командный дух. Здесь результат. Это стопроцентная уверенность в том, что мы предлагаем, мега необходимо. Это просто вот на этом уровне внешней миссии мы должны быть 100% уверены в том, что мы предлагаем необходимо людям, востребовано, нужно. Гипотеза. Результат — это стопроцентная уверенность. Мы получим то, что хотим с условием наших предположений. Цели смарт. Реальность — это выбранная реальность, которую мы начинаем создавать. Мы просто выбираем ту реальность, к которой начинаем двигаться. План. Это стопроцентная уверенность. Если это сделаем, успех не минуем. Вот он, план. И если у нас нет стопроцентной уверенности, то мы дорисовываем и работаем до тех пор, пока у нас не появится эта стопроцентная уверенность. Проект. Стопроцентная уверенность. Если это сделаем, успех не минуем. Уровень проекта. Ну и наконец задание. Да просто стопроцентная уверенность, успех не минуем. Смысл работы с деревом целей – это ясность, результат работы с деревом целей – это ясность, которая возникает у руководителя, руководителей и согласованные цели. И если они меняются, значит мы точно знаем, куда пойти и где что поменять. Последний пример, который хочется привести по дереву целей. Раньше, когда этого понимания не было, ко мне приходил руководитель, мой топ, и говорил мне о проблеме. Тогда мы еще называли это проблемами. И вот чтобы понять, о чем сейчас, на каком уровне целей мы говорим, у меня уходило очень много времени. Потому что если то, с чем он пришел глубинно на уровне гипотезы, не имеет смысла решать ее на уровне плана. Нужно решать проблему или жемчужину на уровне гипотезы. И если у нас есть дерево целей в компании, и этой терминологией как языком владеют сотрудники, руководители, то тогда, когда у руководителя возникает что-то, мы же все время двигаемся, все время все меняется. Возникает идея или проблема или что-то, он приходит, слушай, у меня предложение по гипотезе, смотри. И в 5 секунд понятно, о чем сейчас мы говорим. О чем мы говорим с руководителем, о чем мы говорим с топом. Какая пошла коммуникация, о чем мы сейчас договариваемся. Если то, что он увидел, узнал, услышал, важно, мы говорим отлично. И переписываем гипотезу. Быстро, легко и просто. Внутренняя миссия группы компании АМС. Текстом выглядит вот таким образом. Это ответ на вопрос, что мы хотим. Мы хотим строить терем. Мы строим терем. Детерем – это сообщество сильных, свободных, независимых людей, где каждый идет к своей личной цели, жизненной цели, своему предназначению, взаимодействуя и поддерживая в пути друг друга. Ну что ж, мы разобрали первую часть системы бизнес-драйв – дерево целей. Фактически, можно сказать так, и еще добавить, что дерево целей является приглашающей к заполнению формой. То есть мы нарезали намерение и сделали из этого форму для того, чтобы мы могли заполнять ее вместе с коллегами или менять ее. То есть дерево целей – это приглашающая форма для заполнения, нарезанное намерение. Если у тех, кто сейчас смотрит, появились вопросы, и я понимаю, что у вас сейчас нет физической возможности мне их задать, чтобы я на них ответил, пишите мне на почту, звоните мне, задавайте вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу.